Прабхупада в комментарии пишет, кто такие кшатрии, что они таким боевым духом обладают, потому что им нужно по работе, чтобы защищать людей, ему нужно быть очень таким бесстрашным. И традиция кшатрии вызывает на бой тигра. И мне рассказал один знающий человек, что убить тигра можно только в одном случае, ну то есть один на один с ножом, с саблей. И тигр, и ты. Один вариант, что когда тигр прыгает на тебя, вот в этот момент, нужно, чтобы были стальные нервы. Вот когда он прыгнул, оторвался, и когда он в воздухе и не может уже поменять траекторию, в этот момент воин должен так вот присесть, чтобы он прилетел над ним. И вот в этот момент вот и снизу, и с поднизу его нужно там убить. Вот других вариантов убить тигра не существует. Саблей. Понимаете, какие стальные нервы надо иметь? Вот ты ждешь, и ждешь, вот прыгай, прыгай. И он так, ну давай, давай. И он прыгнул, и тут в этот момент, если он, ну как-то, что-то не растерялся, конец этому кшатрию, ему нужно резко нагнуться и проткнуть его снизу. То есть не для слабонервных, да. Потому что кшатрию порой нужно очень серьезные дела решать. Очень серьезные. Поэтому у него должно быть вот... Если такой кшатри не выдержал воспитания, ну что делать? Бракованный кшатри. Зачем нам бракованный кшатри? Зачем нам бракованный кшатри? Зачем нам бракованный кшатри? Продолжение следует...